Алина, добрый день! Добрый день! Я рад вас приветствовать в записи очередного видео на вашем YouTube-канале. Я очень рад всем нашим зрителям и слушателям. И напоминаю каждый раз в начале нашего видео о том, что мы очень рады вашей помощи. А о том, как её оказать, будет в описании к этому и другим видео. Также обращаю ваше внимание на короткую ссылку на канал Алины Витухновской, которую вы также можете найти в описании к этому видео. И эту ссылку мы очень просим вас распространять как можно больше среди ваших знакомых в ваших социальных сетях. Также к вашему вниманию есть тематические плейлисты на нашем YouTube-канале. И особенно рекомендую раздел «Шортс». Там собраны наиболее яркие высказывания Алины Витухновской. Итак, мы начинаем. Алина, а какое у вас отношение к творчеству Светланы Басковой? Это которая «Зелёный слоник». И насколько она по типу Сорокина предвозвестила нынешнюю ситуацию в путинской России? Ну, я не считаю сравнение Светланы Басковой с Сорокином корректным. Это талантливая девушка, любопытный режиссёр. Но Сорокин гений, Сорокин литератор, она кинорежиссёр. Своего рода дитя времени, дитя 90-х. В отличие от Епифанцева, который мне всегда нравился, и различных проектов музыкальных, от каких-нибудь собак, табака до альтераформы, различных перформанс-проектов. В отличие от группы, ещё помню, она называлась Ницезеудик. Это те, кто выкладывал нецензурное слово на Красной площади. Это Бремор, Осмоловский и прочие. Кстати, Баскова подруга, и даже, по-моему, была женой Осмоловского. Но вот эти все люди были. Мне интересно, Светлана нет. И не сама все Светланы непосредственно этот фильм. Я помню, что даже я ушла с его показа. Мне не близка эта эстетика, или мне не близка эта подача. Я, в принципе, не смогла ни разу его досмотреть. То есть, я понимаю, что он является неким культурным фетишем, но нет, это не моё. Аналогично, я тоже не смог его досмотреть до конца, как не старался. Мы переходим к следующему вопросу. Алина, а вот поясните, пожалуйста, про выдавить раба. Слова хорошие, но как? И что надо сделать для этого? Как выдавить из нации раба? Слова плохие. Помнится, в 90-е, когда во время моего сфабрикованного процесса в тюрьме мне подарили книгу Виктора Ерофеева, который тоже активно выступал в рамках моего процесса, с подписью «Алине, победившей Чехова», словом о выдавливании раба. А там я написала, это были мои тюремные заметки о том, как люди ведут себя в тюрьме. Они вышли тогда ещё в газете «Известия». Представляете, все такие времена. И там была фраза «Если по капле выдавить из человека раба, то ничего не останется». Постфактум я понимаю, что подобные клише вбиты в нас той частью русской культуры, которая основана на пренебрежении к русскому человеку, к россиянину вообще. А это оборотная сторона имперства, которая сейчас критикует. Хотя я не верю ни в какое имперство, я верю в дичайшую закомплексованность этих людей. Подобного отношения не заслуживает никто. И русский человек, россиянин, подвергшийся такому террору за десятилетия, даже столетия, и живший в такой несвободе, такого отношения не заслуживает тем более. В этом отношении заложен и снобизм свойственный, и власти, и некоторые части интеллигенции, отделяющие себя от народа по, собственно, непонятным, либо плохо сформулируемым обстоятельствам. Кстати, ежели вы отделяете себя от народа, то какое право у вас претендовать, например, на власть или влияние на него? Вот интересный вопрос, да? В общем, я считаю, что не надо выдавливать из человека никакого раба, надо человеку дать пожить нормально, надо дать ему нормальные условия, и тогда мы увидим, кто перед нами. Мы видим деформированную личность, деформированную нечеловеческой жизни, о которой мы не можем сказать, кто она есть подлинно, кто она есть истинно. Мы видим мутанты, гомосоветикус — это формулировка Зиновьева, это уже о человеке-мутанте. Чтобы видеть нормального человека, мы должны дать этому человеку нормально пожить. Всё. Алина, что вы думаете о Конституции? В Конституции необходимы новые права и свободы, как то, например, право на самозащиту и оружие, право на борт, безусловно, основной доход — это то, что описано в моей политической программе предвыборной 2018 года. Что же касается самой Конституции, например, Сталинская Конституция писалась грамотными юристами и была вполне себе демократической, но она не соблюдалась. правоприменительная практика, она не менее важна, чем теория. И мы можем написать сколь угодно красивые законы, но если они не будут работать, смысла в них не будет никакого. Алина, ваше мнение о том, что сейчас пропагандирует Максим Кац, признанный на агентом ВРФ, с его стратегией с господином Дованковым? Дованков? И Дованков как символ непротивления, злу. Да, то, о чём я писала сегодня, не почитайте этот пост. Кац, инагент Ловко, в своих рассуждениях, которые кажутся логичными на первый взгляд, но лишь на первый, увиливает о разговоре, о том, что выборы могут, даже не могут, а должны быть признаны нелегитимными мировым сообществом. А это возможно только при их полном бойкоте, при их полном игноре, при заявлениях, составленных публичными лицами о том, что они думают по этому поводу, что они не считают эту власть легитимной и так далее, и тому подобное. Впечатление же, что значительная часть оппозиции только и может, что пиарит себя в рамках системных разрешенных акций, что в одних случаях хорошо, ну, например, когда человек находится в России, у него нет других вариантов, а когда он находится не в России, это уже вызывает некоторые вопросы. Алина, а какой путь прихода к власти вы считаете наиболее оптимальным? Мы должны ориентироваться по ситуации и не должны озвучивать наши планы вперёд. Нет ни одного верного пути, нет ни одного прочерченного хода, не работают методички оранжевых и прочих революций, и тем более утопично думать, что вам устроят честные выборы или их подобие, как КАЦ, опять-таки, признанный агентом, говорит в своём интервью, что некоторые избирательные участки честные. Но это настолько же смешно, насколько и беспомощно. Мы должны всегда быть на чеку, мы всегда должны держать руку на пульсе времени, должны ориентироваться на ситуации. Но главное не прочерчивать вперёд вот эту дорожную схему революции для товарища майора. Пытаюсь осознать вашу политическую программу. Первое впечатление эклектично, но не видно отчётливого ядра, двусмысленность отдельных пунктов программы. Помогло знакомство с вашими книгами, но ведь их прочтут немногие, а ещё меньше потом подумают, что вы освоили для себя. Мозаика начала складываться, как только представил себе ваш главный лозунг. Так. Я пришла дать вам власть. Не Пугачёвскую волю восстания, освобождающую деструктивную энергию, не либеральную волю свободы, вырождающуюся в социал-дервинизм, а-ля Россия 90-е, технофеодализм, Янис Варуфакис, болото парламентаризма, округ Колумбии, закулисную или добровольную изъявленную диктатуру, а волю власть, наделение должной и реальной властью в первую очередь самих людей. Так ли это? Да, это очень хорошо сформулировано. Да, вся власть субъекту, да, вся власть народу не в ленинском, пропоническом смысле, ведь это была только обманка-зазывалка. На самом деле власть должна принадлежать народу. И заметьте, здесь системные либералы всегда говорят, ах, ну что вы, как этому народу можно дать голосовать, ведь они же ничего не понимают, ведь это только мы должны решать, здесь всегда была мнимая демократия. Нет, здесь должна быть настоящая демократия. Другое дело, что мы не должны потакать каким-то совсем уже идиотским инициативам, если они будут исходить от народа, и да, потому что это демократия. А мы должны всё-таки пытаться взаимодействовать и оказывать какое-либо влияние, взаимодействовать друг на друга. И для этого нам нужны СМИ. Сейчас СМИ есть только у власти, только у Кремля. Это пропагандистские СМИ. И СМИ есть оппозиционные, но они, как говорится, страшно далеки от народа, они общаются только сами с собой. И они, в общем-то, такие же пропагандистские. Друзья, я напоминаю вам всем о необходимости донатов нашему каналу для его развития. И мы очень просим вас ставить лайки и распространять наши видео в ваших соцсетях. И следующий наш вопрос Алине. Алина, как вы думаете, даже если режим падёт, то что делать с 10 миллионами силовиков? Власть целенаправленно создала зависимость большего количества граждан от бюджетной зарплаты. И в этой расстановке это её сила. Договариваться, переключать на свою сторону, обеспечить работой, а работой непочатый край. Инфраструктура страны практически полностью разрушена. Зарплата будет обеспечиваться снижением милитаризации. Снижением милитаризации. Эта нагрузка на милитаризацию пойдёт как бы вот в эти самые зарплаты. Это называется перераспределение бюджета. Всё это очень просто. Считать, что силовики – это такие тупые машины, которые начали выполнять одни команды и другие выполнять не могут, это тот же самый снобизм, которому интеллигенция или власть подходит к народу. Это люди, такие же люди, как мы. И они заслуживают уважения, и они могут меняться. Ещё один вопрос. А не кажется ли вам, что господин Навальный, внесённый в список террористов и экстремистов РФ, выполнял роль персонажа-оппозиционера из Орвелла? А теперь его жена, точнее вдова, очень быстро перехватила его дело и предлагает всё те же методы – фонарики, идти на выборы и прочую бред. То, что это был пропанический протест и протест под слив, остаётся фактом, который не дезавируется. Трагическое, я очень ему сочувствую, трагическое, на самом деле, жизнью и гибелью Алексея, признан террористом экстремистов, террористов в РФ. Да, Юлия перехватила его дело, и это довольно удобный персонаж для всей компании ФБК, признанной экстремистской организацией, поскольку там нет таких харизматичных персонажей. А тут расчёт на то, что вдова должна вызывать приязнь и сочувствие, красивая блондинка, ставшая, даже похорошевшая в каком-то античном смысле от этой трагедии. Заметьте, у неё какое-то стало другое лицо, совершенно именно, что киношное. Это остаётся от всего этого киношное послевкусие, то есть это не настоящая политика, и надо отдавать себе в этом отчёт. Алина, добрый день. Насколько я понял, по вашим текстам вы являетесь противником психотерапии. И расскажите, пожалуйста, что кроме безусловного дохода и отхода от милитаризма поможет преодолеть поколенческие травмы населения России? Только нормализация жизни, нормализация материальной жизни, материальная основа, либерализация, экономические свободы, свобода слова, и постепенно всё начнёт налаживаться. Сначала мы устраняем, кстати, что касается психотерапии. Здесь очень много говорят о здоровом теле, здоровый дух, но очень мало занимаются здоровьем или занимаются им на уровне каких-то медицинских разводок. Сделайте нам 100 тысяч анализов за 100 тысяч денег, и мы вас там отправим в космос. На самом деле с медициной здесь полный ад, и пункт, один из пунктов моей программы, также апгрейд медицины. Мы должны заняться этим, потому что если вы физически не чувствуете себя нормально, вы не можете нормально функционировать. Это большая псевдогуманистическая и псевдодуховная ложь, пошедшая вот с этого всего, с гениальности и помешательства. Да, бывает и так, но это исключение. Но, как правило, наоборот, если ваш организм плохо функционирует, вы не можете нормально говорить, писать, жить там и всё остальное. Поэтому именно так мы начинаем с материальной стороны вопроса. Следующий вопрос. Алина, в спецуре известны все схемы и модели конкурентной борьбы за власть, их этому учили. А у вас есть модель, которая им неизвестна? Ведь по-другому соперничать с ними не получается ни у кого. У меня небольшое замечание. Я думала, надо задавать вопросы немного погромче. Мне кажется, тихо. Да вроде как. Я себя же сейчас не слышу. Ну, хорошо. Просто вот чуть повысится. Хорошо, хорошо. Хорошо. Во-первых, они не такие уж и профессионалы. Сесилия спецслужб – это миф, раздуваемый им сами. Во-вторых, мы, как я говорила выше, не должны описывать какие-то свои сценарии вперёд, не должны по модельному принципу выстраивать свою работу и не должны дарить свои планы собственно агентуре. Что значит, им известно всё. Порой человеку неизвестно, что он будет да и как правило, что он будет делать после завтрака, но если это не человек, который ходит регулярно на работу, а спецслужбы всё знают, да чушь собачья. Алина, в переходный период, в отсутствие единого кандидата от оппозиции, может ли код стать временно исполняющим обязанности президента России? Мой может, я думаю, это устроит всех, мы будем действовать совместно, у вас будет совещательная комната и прежде, чем принять какое-то решение, я буду спрашивать своего кота и вы тоже можете его спрашивать. Вы можете писать, кстати, вы можете писать письма коту и кот будет отвечать, мы научим его всему, он очень умный кот на самом деле, более умный, чем кажется, мне кажется, что большинство вещей, как и все коты, он не делает только потому, что ему лень. И в завершении сегодняшнего выпуска, Алина, расскажите про книги, какие у вас есть в наличии для того, чтобы их можно было приобрести с вашей подписью и что у вас на выходе в публикациях? Есть иное любовь, издательство, перископ, стихи, чёрная икона, осталось мало, раритет, в магазинах нет или вроде как почти нет, переиздаваться пока не будет. Стихи с тем самым письмом во дворской тюрьмы. Так. Цивилизация хаоса, хит. Сейчас по техническим причинам в магазинах нет, есть только у меня с подписью автора, количество экземпляров ограничено. Далее. Появилось и на днях будет, можете уже заказывать, человек с синдромом дна. Это философские эссе Ридеро издательства романа Сенчина, Выбор Сенчина. Появилось вновь, чего не было давно, мир как воля и преступления, можете заказать уже сегодня. Также можете заказать уже сегодня детскую книгу мёртвых, новую, изданную издательством Перископ Инги Портновой. Им огромное спасибо. Я хочу пользуясь случаем отрекламировать это издательство. Молодое, удивительно адекватное, удивительно активное. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Также я хочу напомнить вам, что в сложившейся политической ситуации у нас нет иного способа заработка, как видеоэфира и ваши донаты. Поэтому огромная просьба распространять ссылки на эфиры и огромная просьба присылать нам донаты. Присоединяюсь с Валом Алины. Огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и до новых встреч. До свидания. Алина.